Специалисты в области ведения лесного хозяйства отмечают, что не помнят такого раннего сокодвижения. В этом году им довелось наблюдать такую картину. Практически неделю деревья берез щедро делятся своей ценной и полезной жидкостью – березовым соком. Поспособствовали такому раннему движению сока погодные условия. Оптимальная для заготовки природного напитка среднесуточная температура должна составлять 5-10 градусов выше нуля. При ночных заморозках сокодвижение останавливается, как впрочем и при температуре выше плюс 10 градусов. Если погодные условия, которые установили сейчас, сохранятся на протяжении нескольких недель, сотрудники лесхозов смогут собрать достойный урожай. В Брестском лесном хозяйстве планируют заготовить около 80 тонн так называемых слез березы. Основной потребитель полезного напитка – местное население. В этом году, как бы раньше, у нас зима, как мы сейчас видим, была буквально какой-то месяц даже меньше. Плюсовая температура очень рано. Он начал как бы рано идти, но не знаю, насколько его хватит, как по погодным условиям. В прошлом году меньше сока заготавливали, потому что было очень быстрое распускание почек березы. С одной березы сотрудники Брестского лесного хозяйства в день собирают около 15-10 литров сока. Такое количество ценного напитка при соответствующих погодных условиях позволит заготовить в этом сезоне солидный урожай. Помешать успешному процессу может не только изменившаяся погода, но и любители полакомиться напитком бесплатно. Как правило, без них еще не обходился ни один сезон сбора березового сока. Именно поэтому с началом сезона заготовки природного напитка Государственная лесная стража особое внимание уделяет охране березовых рощ и смешанных лесов. И тут же пресекает незаконные действия населения. Нашими службами, правдохранными, совместно с службами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, с лесной охраной по лесхозу области организовываются правдохранные рейды по поводу выявления и пресечения нарушений правдохранного законодательства, в том числе и по заготовке березового сока. На сегодняшний день ответственность предусмотрена статьей 1526 КОАП Республики Беларусь. Грозит штрафом до 20 базовых величин. Белоствольному дереву еще на Руси уделялось особое внимание. Березе люди посвящали душевные песни и стихотворения. И ведь не только из-за того, что дерево красиво. Главная его ценность заключается в способности насытить организм полезными свойствами, недостаток которых человек испытывает именно по весне.